Вопросы отлова безнадзорных собак, освещения поселков, строительства школ и наличие рабочих мест. Жизни Ухты был посвящен новый выпуск программы «Личный прием». Его провел накануне мэр города Магомед Османов. Одним из самых внимательных зрителей стала наша Анна Зубрева. Первые вопросы, что звучат во время личного приема, касаются строительства. Так жители интересуются, когда в Ухте появится новая школа на территории правого берега реки Чебью. Оказалось, что сначала не подходил земельный участок, затем, когда новый был найден, резко возросла стоимость строительных материалов. Магомед Османов все же успокаивает. В сентябре властьами будет подписано дополнительное касационное соглашение, а значит, в школе быть. Пусть и не в следующем году. А местные жители поселка Кемдин интересуются, дождутся ли они новенький спортзал. И вот тут все не так однозначно. Возникает вопрос, о строительстве нужно ли он там. Потому что буквально месяц назад мы проводили опрос в Кемдине, где-то 60 человек, которые проживают в аварийных домах. Хотели бы они остаться в Кемдине или переехать в город. Так вот, 5 человек только из 60 сказали, что они останутся в Кемдине, остальные перейдут в город. Поэтому считаем, целесообразно ли там строить этот социокультурный центр. Особенно активны в этот вечер оказались телезрители в социальных сетях. Жители поселка Дальний, задав свой вопрос, узнали, что этим летом автомобильная дорога до их населенного пункта будет освещена. Впрочем, не только она. Мы уже 4 года планомерно занимаемся заменой этих ламп, освещения на светодиодные. Практически город весь закончили, осталось пару улиц таких окраинных. И на этот год планируется закупить 1300 светодиодных светильников, которые мы именно по поселкам Боровой, Водный, Сидью и Арига будем менять обязательно. Я думаю, что в этом году мы полностью закончим замену этих светильников. Жителям Ухты не безразлично лицо своей же мчужины с севера. Во время эфира прозвучал вопрос, рассматривается ли возможность благоустройства набережной нефтяников в рамках комфортной городской среды. Мэр отвечает, не раздумывая. Обязательно. Мы от 31 января общественная комиссия по комфортной среде приняли заявку на 4 территории для того, чтобы их благоустроить в 2023 году. Туда попала набережная нефтяников. Предполагаем, что это просто будет зеленая зона с прогулочной дорожкой и с освещением. Проект представят на суд жителям, которые сами решат проголосовать за него или нет. Что касается программы «Народный бюджет», в прошлом году было реализовано 11 проектов на сумму 5 миллионов 800 тысяч рублей. В этом году запланировано еще больше – 19 проектов. А вот как обстоят дела с отловом безнадзорных собак и стало ли их меньше – это следующий вопрос. Ухтинцы знают мое отношение к этому, что надо с ними делать, но так как закон не позволяет, мы не можем это делать. Действительно, в городе у нас есть добрый город, так называемый. Мы им предоставили, муниципалитет им предоставил безвозмездно земельный участок. Это было еще в 16-м году, я им дал безвозмездно земельный участок. Помог им и с подводом освещения, все остальные. Помогли с материалами для того, чтобы они сделали валиеры. На сегодня там около 300 собак в этом приюте. Для того, чтобы им было комфортно работать, мы планируем, что там рядом еще территория есть. Мы планируем, что эту территорию выделим им. И на этот год через народный бюджет пробили им полтора миллиона рублей через народный бюджет и полтора миллиона рублей через Минсельхоз, для того, чтобы они дополнительно сделали валиеры, дополнительно сделали клетки, чтобы больше собак они могли забрать с города и содержать в этом приюте. За полчаса эфира к Магомеду Османову успели обратиться даже за помощью. Горожане заявили, что православная служба «Милосердие» нуждается в помещении. С удовольствием помогу, пусть подходят, предложим им большое количество помещений, которые у нас сегодня в городе есть и пустуют. Какую они выберут, то и предоставим. И финальный вопрос, конечно, о перспективах города, создании нового производства и открытия вакансий. Ответ не безрадужный. Жемчужина Севера планирует только процветать. Два больших инвестиционных проекта, которые будут реализованы до 2030 года. Это горно-химический комплекс «Яреги» по переработке руды производительностью 600 тысяч тонн в год. Будут созданы порядка 2700 рабочих мест. Второй проект – это промышленный хаб по переработке нерудных материалов на базе бельгубского месторождения. Нельзя сказать, что сегодня в Ухте нет рабочих мест. По данным Центра занятости, сейчас на те 370 человек, которые стоят на учете, больше 2000 вакансий. Так что в Ухте без работы точно не останешься. Анна Зубарева, телеканал Юрган.